Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Васильевскому острову Так называемый дом Щербатова и дом Емелины Это седьмая линия, дом 14 в Днепровской переулке Симпатичный домик, вот так, что тут такое мы имеем В 1720-е годы дом Щербатова Щербатов был князем, участок принадлежал ему И относится к 1720-1730 годам постройка В два этажа на полуподвалах Ну вот по князю Щербатову смотрел я в Википедии Возможно это тот человек, который упоминается в качестве стольника Вдовствующей царице Марфы Матвеевны В 1683 году, в 1687 году во время Первого Крымского похода Князь Иван Щербатов находился в полку под командованием Ближнего боярина князя Василия Васильевича Голицына В 1689 годах сопровождал царя Петра Алексеевича Савин монастырь и был помещен список стольников зимних походов То есть те люди, которые обеспечивали трапезу своих господ Не только трапезу, но и просто был такой чин, который назывался комнатный стольник Видимо это был некий администратор своего хозяина В 1698 году князь Иван Иванович Щербатов получил чин поручика Семеновского полка В 1700 году судья сыскного приказа В 1714 годах воевода в Вятке получил чин капитана А в 1730 году князь Иван Иванович Щербатов постригся монахи Возможно это тот Щербатов, который владел этим домом Но как говорится без гарантии Еще хочется сказать, что род князей Щербатовых происходит от князя Черниговских Родоначальник князь Василий Андреевич Соболенский по прозвищу Щербатый Достаточно серьезный такой род, многочисленный До 1781 года дом принадлежал фон Зингейму Это генерал-поручик из документов Ее императорское величество указало ли в гвардии капитан-поручику Амбомбардир фон Зингейму Учинить верный план всему Санкт-Петербургу То есть вот этот Зингейм участвовал в составлении Табографического плана Петербурга в 1738 году Начинал он, как мы видим, с ли в гвардии капитан-поручика И в результате дослужился до генерал-поручика То есть до 1781 года домом владел генерал-поручик фон Зингейм С именем которого связан топографический план Петербурга 1738 года В 1820-1880 годы дом принадлежал купцу первой гильдии Емелину Несколько данных по купцам первой гильдии Купцам первой гильдии разрешалось как оптовая, так и розничная торговля Любым товаром без ограничения сумм Купцам второй гильдии разрешалось только розничная торговля И заключение поставок на сумму не свыше 15 тысяч рублей Купцам первой гильдии разрешалось ездить по городу в карете парой Купцам второй гильдии разрешалось то же самое, но лишь коляски Эти два сослоя были свободны от телесных наказаний Купцам третьей гильдии запрещалось ездить по городу в карете И впрягать летом и зимой более одной лошади Вот такие правила было Итак, дом владел купец первой гильдии Емелин В 1864 году он начал перестраиваться архитектором Андрушенко Но в принципе фасад остался тот же А затем дом переходит в семье чиновника Смирницкого Это было в 1890-е годы До революции он находится в руках господина Смирницкого и его семьи Ну а затем здесь уже были магазины икон, переплетная мастерская Один из свечных магазинов купца Варгунина Купец Варгунин владел многими свечными магазинами В 1909 году находился кинематограф Симпатия Владелец Носков Алексей Петрович Затем кинематограф перешел к Сладнинской Фаины Афанасьевны Это было в 1913 году Ну а сейчас здесь в общем жилой дом Как я понимаю Вот примерно все, что я смог найти в интернете по этому дому Все, всем пока, всем привет, до свидания